Друзья, всем привет! Ну, во-первых, первым делом я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы смотрите эти ролики, за то, что вы комментируете под ними, и в особенности за то, что вы подписываетесь на этот канал. То есть, если вы считаете, что та информация, которую я даю, это полезная, интересная информация для вас, для развития вашего бизнеса, и вы подписались на канал, то я очень-очень благодарна вам за это. Итак, этот ролик будет о таком популярнейшем, новом, достаточно относительно новом виде бизнеса, печати на заказ, и что нужно знать продавцу до того, как он начнет делать эти продажи. В основном я буду приводить примеры с футболками, потому что это номер один популярнейший товар печати на заказ, но это относится и к шапкам, и к кружкам, и подушкам, и одеяльцам, и так далее, чехлам для телефонов. В общем, всем товарам эти советы можно применить, но просто очень часто видно ошибки этих продавцов, и я подметила их, и решила показать вам, что можно сделать, кроме, конечно, обязательного совершенно вложения в рекламу в начале, потому что каким-то образом надо обойти конкуренцию, но, тем не менее, давайте поговорим о других вещах, ну, менее очевидных, да, для продавцов. Итак, начнем с самого первого, это касается цены на ваш товар. Многие люди неправильно полагают, что нужно на ваш товар поставить самую низкую цену. Ну, если речь идет о футболках, например, то, скажем, футболка ниже 13 долларов считается очень дешевой, да, ну, а в основном диапазон футболок, я бы сказала, от 16, там, 17 и до 30, 35 долларов. На самом деле есть разные футболки с карманами и без, из разной материи, более толстые, более тонкие, более приятные на ощупь и более жесткие, в общем. И что касается футболок и всех других товаров, нужно знать и понимать, да, в чем заключается, как бы, разница в цене и что ценит ваш покупатель, но об этом речь пойдет позже. Первым делом давайте определимся с ценой. Здесь необходимо выбрать золотую середину. Не выбирайте товары в самом начале очень дорогие, но это и так всем понятно. Но с другой стороны, не нужно выбирать товары очень дешевые. Был проведен такой известный эксперимент, о котором я, кстати, рассказывала в ролике давно про триггеры. Но в том ролике об этом эксперименте шла речь о том, как поднять цену на ваш товар. Но, в принципе, тот же самый эксперимент, он иллюстрирует психологию покупателя, что касается ценового диапазона. Если вы помните, это был пример с пивом. Но, если вы забыли, то я вам его повторю. Итак, взяли несколько видов пива. Одно пиво премиальное, очень дорогое за 2,50, а другое обыкновенное за 1,80. Конечно, когда выбор очень дорогое, премиальное и дешевое, то больше всего будет продаваться дешевое. Больше всего пиво продавалось за 1,80 и 20% продавалось премиальное за 2,50. Потому что всегда есть какая-то категория людей, которая хочет купить что-то более такое особое, премиальное. И потом они добавили третье пиво туда же. Самое дешевое, такое, экономичное за 1,60. То есть, получилось обыкновенное 1,80, премиальное за 2,50 и самое дешевое за 1,60. Так вот, интересно, что 80% людей продолжали покупать пиво по 1,80. То есть, вот в среднюю цену. 10% переключились на 2,50 и 10% за 1,60 экономичное пиво. Понимаете, то есть, люди не пошли за самой дешевой опцией. А все равно выбрали то, что посередине. Почему? Это уже другой вопрос. Об этом тоже мы поговорим. Но потом они добавили еще третью цену. То есть, они взяли и сместили вот этот угол зрения. Вместо пива по 1,60, они сделали пиво по 1,80, самым дешевым, по 2,50 средним. И добавили еще супер-суприм, там, дорогое пиво по 3 доллара. И, что удивительно, это то, что большинство людей стало покупать больше пива по 2,50. То есть, 1,80 у них стало покупать 10% и 10% за 3,50. А центральная часть, все равно 80%, стали покупать вот это среднее обыкновенное пиво за 2,50. То есть, таким образом они и подняли свой ценник в магазине, и, с другой стороны, мы видим просто с помощью этого эксперимента, что самое главное для покупателя – это выбрать что-то посередине. Вот в чем заключается вот эта серединная психология? В этом есть очень-очень простая логика, что если товар очень дорогой, то человек не хочет, ну, чтобы ему там что-то втюрили или обдурили его, да, он не хочет платить больше за то, что, ну, в общем, и так всем понятно. Но, с другой стороны, никто же конкретно вот точно не знает, сколько стоит пиво. В общем-то, достаточно близко 2 доллара до 8, там, 3, ну, в общем, это очень-очень близкие такие цифры. То же самое с футболками, то же самое с кружками, ну, кто знает, сколько стоит эта кружка – 13,50 или 19,50, или, может быть, 25,50, да. То есть, если эта кружка очень дорогая или футболка, да, она стоит 35 долларов, то это понятно. Что в этой футболке, что я на нее должен платить 35 долларов? Так думает покупатель. С другой же стороны, если ваша футболка или ваша кружка очень-очень дешевая, то у покупателей сразу возникает сомнение. Наверняка какая-то китайская, ой, вообще, сколько времени займет ее пересылка, что там у них за отзывы, может, с качеством там что-то не так, да. Поэтому люди и делают скидки, в связи, изначально ставят более дорогую цену, а потом ее постепенно снижают с помощью скидок. Ну, и, конечно же, реклама тут тоже очень сильно помогает. Ну, в общем, короче говоря, первый совет – это находим золотую середину в цене. Второй совет очень-очень важный, и он касается нишевости вашего товара. Насколько этот товар выражает индивидуальность какого-то человека, вернее, не какого-то человека, а группы каких-то людей. Кому вы предлагаете этот товар? Ну, тут я как бы, чтобы не быть голословной, я вам приведу примеры, и даже мы с вами сыграем в игру, я знаю, что вам понравилось, что касается фотографий, я вам покажу примеры фотографий, которые, ну, что касается футболок, да, там, где футболка выражает индивидуальность человека и не выражает индивидуальность. Вот задайте себе вопрос, помогает ли моя вещь выразить индивидуальность этого человека? Если ответ «да», то продолжайте дальше. Если ответ «нет», то лучше даже не выставляйте эти футболки. Вот просто вам скажу, даже не нужно туда идти. Или кружки, или чашки, не надо. Давайте сейчас сыграем в эту игру, я вам покажу футболки, которые, некоторые из них выражают индивидуальность, а некоторые нет. Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, вы сейчас посмотрели восемь фотографий разных футболок, и давайте теперь сразу же я дам ответ. Я надеюсь, что вы отметили себе, какие вы думаете, выражает индивидуальность, а какие нет. Levi's? Нет, не выражает индивидуальность. Это бренд, ну, мало того, что такая футболка вообще запрещена на продажу, то есть, ну, как бы только Levi's может ее продавать. Но, в принципе, по большому счету, ну, нет никакой особой индивидуальности в этой футболке. Мне кажется, что это просто очевидно. Ну, давайте второй пример. О, сразу совсем большая разница. У кого есть такие маленькие собачки, да, ваша целевая аудитория, это мамы, собачки, чивавы. Или ее сестра, или муж, или ребенок, который хочет подарить подарок женщине, у которой есть такая маленькая собачка-чивава, да. То есть, явно очевидно, что это да выражает индивидуальность. Третья футболка? Нет. Нет. Да, она для женщин. Ну, можно сказать, для всех женщин. А категория нишевость слишком обширная. То есть, здесь, ну, конкуренция будет колоссальная. Ничего особого в этой футболке нет. Конечно, если вы Амазон, вы, наверное, можете там 10 тысяч таких футболок продать. Но если вы не Амазон, пики для печати на заказ, такая футболка не годится. Итак, футболка номер 4. Это совсем другое дело. Выбрала эту футболку, потому что я купила это в подарок своему папе. Она называется так. Если папа не может и это починить, то we're all screwed. Ну, это как бы такой сленг. Мы, ну, короче, мы все пропали. Если папа не может починить, мы уже ничего не можем сделать. Потому что мой папа, он очень классно всем может починить. Следующая футболка безусловно выражает индивидуальность того человека, который любит ловить рыбу. Правильно? Опять-таки, это может купить сам человек. Или кто-то покупает ему в подарок. Жена, сестра, дочка. Там, я не знаю, сын. И так далее. Для человека популярнейшее хобби. Это рыбалка. Правильно? Следующая футболка. Опять прекрасная, отличная выражает индивидуальность. Пришло время поднять уровень. Когда мальчик или девочка, я не знаю, становится на год старше. И они любят какие-то компьютерные игры. А кто они любят компьютерные игры? Ну, короче, вам все понятно. Что эта футболка, конечно, выражает индивидуальность человека. Следующая. LOL. Это ужасная футболка. Мне нет ничего специфического, ничего интересного. Вообще просто тупая, глупая футболка. Очень простая и совершенно неинтересная. Последнее. Я люблю кофе. Ну, опять, если вы Амазон, то такую общую, да, футболку для такой огромной целевой аудитории можно, наверное, продать, я не знаю, если вкладывать там 30 тысяч долларов в месяц в рекламу. Нет в этих вещах нишевости. Понимаете? Всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBeeb. Наша компания помогает продавать ваши товары на международных маркетплейсах, таких как Etsy, eBay, Shopify и других. Также мы храним ваши товары в нашем фулфилминг-центре в Майами и отправляем товары оттуда. И еще мы занимаемся приемом платежей, а также пересылкой ваших товаров, даже если вы не принимаете платежи с помощью нашей компании. Так что, пожалуйста, я дам все ссылочки в описании к этому видео. Если вам интересно, то можете пойти в westernbeat.com и зарегистрироваться там. А мы продолжаем дальше тему с товарами и печати на заказ. Итак, следующее очень интересное наблюдение. Это совет номер три. Обратите внимание, если ваш товар сезонный. Очень часто люди не обращают внимания на то, что они продают. Они могут продать только в течение какого-то короткого времени. Ну, я не знаю, прекрасный пример тому это тыквы. Если ваш товар там связан что-то с тыквами, то это ниша супер сезонная. Вы понимаете, это осенняя ниша, ниша Хэллоуина. Вы, скорее всего, сможете продать эти товары, может быть, в конце августа, в сентябре, в начале октября. И все. И вот как бы период времени этого сезонности закончился. Нет, если вы это делаете специально, вы хотите, чтобы ваш товар продавался только в течение двух-трех месяцев, то это другое дело. Но, понимаете, есть такие ниши, интересные, кстати, ниши, замечательные, которые мы даже не осознаем, что они сезонные. Например, такая ниша, это ниша товаров с пива. Пиво. Вот вы задумывались, например, что пиво – это сезонная ниша. Как мы это можем определить? Очень легко. Помните, я вам показывала когда-то такой замечательный инструмент, который называется trends.google.com. Вот, пойдите на него и посмотрите просто. И вы увидите сразу же, когда вы введете слово «пиво» за последние пять лет, как происходит эта кривая, что она всегда летом поднимается, а зимой уменьшается, потому что, я не знаю, как в других странах, но в Америке пиво – это в основном летний товар. Люди как бы в боль... Ну, пьют, конечно, пиво во все времена года, но больше всего летом. Так что, осознавая того или нет, вы можете наступить случайно на какую-то сезонную нишу. Обязательно перепроверяйте через trends и смотрите, как вот этот товар продается в течение каждого сезона. Так, четвертое наше тело – это нужно выбрать, на каком товаре печатать. Ну, может быть, для совсем новичков это странный вопрос, но на самом деле, если вы пойдете на Printful или на Printify, или там на какие-то другие сервисы, печати на заказ, то вы так посмотрите, ой, все эти футболки, эти кружки, эти там шапочки, они выглядят одинаково. А как я узнаю? На одну цена 6 долларов, наверное, ее надо брать, самое дешевое. На другую там 13 долларов, а другие продаются по 20. Какую мне выбрать? О, вот здесь очень важный момент. Вам действительно нужно разбираться в этом товаре. Ну, я не знаю, то есть постепенно, может быть, вы начнете понимать, какие футболки лучше, какие больше нравятся людям. Вот, насколько мне известно, люди в основном любят более легкие, тоненькие, приятные на ощупь футболки. Но, если они, например, покупают футболку для какой-то группы людей, ну, очень часто там на день рождения, или компания делает какое-то мероприятие, печатает на футболке лого своей компании, то тогда часто эти футболки одеваются на одежду. И тогда, наоборот, они хотят, чтобы они были плотные, такие более толстые. Понимаете, все зависит от вашей целевой аудитории. Ну, я к примеру говорю, да? То есть кепка, которую купит человек для бизнеса, да, где он поставит там свое лого, наклеит, и та кепка, которую я куплю для своего сына, чтобы он ходил там на рыбалку, это совершенно разные кепки, как и футболки. Что можно сделать, как можно узнать? Конечно, самый лучший способ – это взять несколько футболок для примера, на выбор заказать, распечатать и купить самому. То есть посмотреть, как выглядит эта вещь. Ну, не знаю, будь то чехол, футболка, то есть вложить какие-то деньги в то, чтобы получить пример вашей вещи, потому что ничего другое не даст вам точного, да, вот стопроцентного впечатления, как эта вещь выглядит. Ну, смотрите, вы можете сказать, ну, это очень большие вложения, это очень супер неудобно там, да, понятно. Но, смотрите, если вы занимаетесь своим собственным производством, это же намного больше усилия, да, вложить деньги и время в то, чтобы печатать, отправлять и так далее. В данном случае вам всего лишь нужно будет заказать несколько вещей, ну, скажем, три или четыре, чтобы их сравнить. Окей? Но если это не опция, например, вы живете в такой стране, куда Printful и Printify не отправляют товары, предположим, или, ну, для вас это слишком большой расход, да, тратить там эти 15 долларов там на каждую футболку, то тогда вам нужно просто, мы переходим к следующему совету, мой любимый, как вы уже, наверное, знаете, это читать отзывы. Итак, пятый совет – это читать отзывы на те товары, которые у вас под вопросом. Ну, например, что касается футболок, есть такой замечательный веб-сайт, который называется GFishers. Вот я вам его покажу, как он работает. Это такое собрание всех-всех-всех возможных футболок, которые, может быть, даже с этого сайта и Printify покупают свои футболки, я не знаю. Вы можете посмотреть и почитать отзывы, да. Например, вот на такую футболку, которую я нашла на Printify, отзывов очень много, там обычно тысячи-тысячи отзывов на каждую вещь. 4.8 рейтинг из пяти – хороший рейтинг. А вот, например, вот на эту футболку, которую я тоже нашла на Printify, там дается рейтинг 4.9 из пяти. Ну, это же лучше, правильно? Ну, и плюс еще можно почитать отзывы. Что люди пишут об этом? Какая она? Как она мнется? Как она стирается? Как ее легко носить? Узнайте все эти вещи. Я знаю, что это как бы дополнительная работа, но вот поверьте, вот все эти вещи, которые мы делаем до того, как мы начинаем продавать, их сделать намного проще, легче и правильнее, чем уже после того, как вы сделаете кучу ошибок, да, и все равно придете к тому, что вы будете выбирать эти футболки, да, будете смотреть, получать негативные отзывы от людей. Зачем вам это надо? Правильно? Находить популярный дизайн и чуть-чуть менять его. Это, кстати, классная такая штука. Тут нужно, конечно, обратить внимание, что это был незарегистрированный товарный знак. Что касается товарного знака на такие товары, об этом поговорим чуть-чуть позже, а сейчас давайте просто посмотрим на пример вообще того, что я имею в виду. Помните, речь шла о том, что время поднять свой уровень, да? Ну, я не знаю, сколько там, миллионов, я не знаю, сотен тысяч продаж, этой футболки. Но посмотрите, какие вариации, да? То есть здесь можно сделать ее и для девочек, и для дня рождения мальчика, но совершенно в другом стиле. А это может быть время подняться, это когда человек, там, какой-то заканчивает первый класс, или заканчивает пятый класс, или заканчивает восьмой класс, или заканчивает колледж, да? Тоже время поднять свой уровень, да? А это может быть для мамы, мальчика, у которого есть этот день рождения. Кстати, как я уже говорила, очень часто делаются такие мероприятия, где всем детям и родителям в том числе даются одинаковые футболки. Ну, вот это типичный пример такой футболки. И, конечно же, логически мы подходим к седьмому совету, это проверить, является ли этот дизайн зарегистрированным торговым знаком. Сделать это очень просто. Вы идёте вот на этот веб-сайт. Этот сайт называется uspto.gov, да? Trademark Search. То есть идёте вот в это место и печатаете своё слово. Вот я напечатала time to level up, да? Ну, чтобы просто проверить, зарегистрировано ли этот трейдмарк или нет. А дальше вы смотрите, просто смотрите по списку, является ли это слово, вот это словосочетание, зарегистрированным трейдмарком. И, о, и, ура, не является. Значит, вы можете его использовать. Обязательно перед тем, как вы печатаете, особенно если вы видоизменяете чьи-то другие дизайны, обязательно идите туда и перепроверяйте, является ли это торговым знаком. Следующий совет – это установите политику возврата. Все возвраты делятся на два типа. Возвраты, когда вещь какая-то дефективная, испорченная, сломанная, ну, короче говоря, какая-то есть реальная проблема в этой вещи, или какая-то другая проблема. То есть покупателю она не понравилась, или он заказал неправильный размер, вы не допустили никакой ошибки, или почтовой службы не допустили никакой ошибки, но тем не менее, товар по какой-то причине не понравился, или не нашли где-то дешевле, или что-то еще. Ну, как бы вы сами выбираете, хотите ли вы принимать такие возвраты или нет. Я знаю, что очень много магазинов такие возвраты не принимают. На Амазоне они, да, такие возвраты принимают, и очень успешно работают с этим, в плане того, что все убытки, которые они имеют от таких возвратов, количеством просто больших продав, тем, что они успокаивают человека, и что он чувствует полную уверенность в том, что если ему что-то не понравится, или что-нибудь пойдет не так, или эта кофточка на нем будет плохо сидеть, он ее сможет все равно вернуть, это, конечно, дорогого стоит. И, в принципе, если вы продаете ваш товар через Амазон, или через Redbubble, то вам вообще не нужно работать с возвратами. Это все будет сделано за вас. Но если вы продаете на Etsy, если вы продаете на Shopify, или из каких-то своих собственных сайтов, это, конечно, ваш выбор, и советую вам сделать обязательно в своем магазине какую-то, что называется, WeFund Policy, политика возвратов. То есть установить изначально, что вы да принимаете, и что вы не принимаете, и в течение какого срока. Но один совет все-таки я вам хочу очень важный дать. Если эта вещь каким-то образом испорчена, сломана, дефективная, или пришла не вовремя, человек заказывал ее на день рождения, она не пришла. У человека есть реальная причина запросить возврат. Я советую вам давать ему этот возврат и не просить обратно этой вещи. Да, вот прям так, нагло. Почему? Я знаю, что те магазины, которые так поступали со мной, я им всегда после этого оставляю позитивный отзыв. И намного больше у меня есть желание работать с ними еще раз. Если на самом деле, да, этот товар дефективный, испорченный, или что-то с ним не так, и он достаточно дешевый, нет, конечно, если речь идет о каком-то хорошем, замечательном, неиспорченном товаре, и вы реально хотите его получить обратно, это совсем другое. Сейчас речь идет о футболке, о кепке, да, там, ну, мы сейчас говорим о вот таких каких-то дешевых штучках, печати на заказ. Представляете, сколько времени и усилий нужно будет этому покупателю, чтобы вернуть вам эту вещь. Вы ее все равно никому больше никогда не перепродадите. Да, вы сами понимаете. Зачем она вам нужна? Зачем вам нужно затруждать покупателя? Вы хотите убедиться, что у него на самом деле был этот дефект? Так попросите его, или напишите в ваших правилах, что он должен прислать фотографию себя, с этой, ну, да, фотографию этого дефекта, вашей вещи. Таким образом вы убедитесь. Понимаете, ну, шансы того, что это будет какой-то жулик, что вас обманут. Ну, хорошо, но обманут вас там на 10-15 долларов. Но чаще всего, я не знаю, 99% ситуации, это люди действительно, которые получили неправильно дефективный товар, или там фотография сдвинулась, да, ваши слова на ней. И вам не нужен этот товар обратно. А у вас есть возможность тем, что вы просто возвращаете деньги, ну, не просите товар, построить хорошее отношение с этим покупателем, получить позитивный вызов, получить этого покупателя, что он у вас купит еще раз в вашем магазине. Разве он у того не стоит? Так, следующий завет касается того, опять мы как бы продолжаем эту тему, что ваши вещи должны обязательно соответствовать тому, что вы предлагаете. Самый большой пример этому это неправильный размер. Те футболки, ну, опять-таки, речь идет не только о футболке, но чаще всего это именно почему происходит возврат, потому что футболка не подходит по размеру. Футболка должна быть, что называется по-английски, true to size, то есть на ней должен быть верный размер. Я на эту тему сняла ролик, кстати, что касается американских размеров. Их нужно понимать, хорошо давать это описание, да, вот эти таблички прямо в вашем листинге, как одной из фотографий. Но если вы заказываете на таких сайтах, как Printify, Printful, там, будьте любезны, там все нормально. Там все размеры правильные, как должны быть, то есть маленький соответствует маленькому, средний соответствует среднему, да. Но вот если вы хотите узнать, что это за параметры и за размеры, пожалуйста, посмотрите, вот тут ролик. Следняя, десятая вещь, это, наверное, касается исключительно футболок, ну просто, в общем, важный совет, да, это обязательно сделайте так, чтобы ваш дизайн смотрелся хорошо на черном фоне. Потому что в футболке больше всего люди любят покупать темного цвета, и самый лучший цвет, продаваемый, это черный цвет. Потому что он стройнит, потому что он ко всему подходит, он подходит и мужчинам, и женщинам, короче, ко всем целевым аудиториям, и самые популярные футболки именно черные. Так что смейте это в виду. Друзья, если вам понравился этот контент на нашем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Я буду очень вам благодарна за это. Большое спасибо. Всем пока.